Социальные объекты для полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе обязательный пункт в программе любого визита в регион. В Приволжске Александр Беглов побывал в частном учебном заведении православной женской средней школе, чтобы посмотреть, как там налажен учебный процесс. Одно из поручений президента это как раз о том, что создать для детей наших, для наших наследников, равные возможности, независимо от того, где они проживают. Либо не в больших городках, в поселках, либо в столичных городах. Это общая программа, это создание условий, хороших условий, для того, чтобы наши дети получали соответствующие знания. Нужно было посмотреть, как этот процесс организован. Школа расположена в отдельном здании. Учредителем ее является Никольский женский монастырь. Здесь обучается 47 девочек. Все кабинеты оснащены специализированной мебелью, наглядными пособиями, дидактическими материалами. Среди выпускниц православной школы немало медалисток, которые поступили в Ивановские и Московские вузы. Наша школа существует с 97-го года. Уже официально она имела лицензию аккредитацию, но она сначала была 9-летней. И вот последние 5 лет она работает как полная средняя. У нас в прошлом году была золотая медалистка, а в этом году выпуск наш был 3 девочки, из них 2 медалистки. Я третья, но немножко не набрала на медаль. Особенностью православной школы является то, что здесь обучаются девочки из неполдых, многодетных и малообеспеченных семей, а также дети, находящиеся под опекой. 5 девочек не только здесь учатся, но и проживают на территории монастыря. Любовь Почернику, Андрей Семьволков, РТВ Иваново, Приволжск.